И не столько мне важно было тогда его мнение, сколько приход. Приход был обставлен чрезвычайно прихотливым. С телефоном звонком в 7 утра, так он звонил. С изменениями, что, наверное, все-таки придет, найдет заведено место, не обременит ли он нас, это в 7 утра. Долго ли идет спектакль, чтобы ради Бога и не отвлекался, ради него ни на минуту. Ну и развлекался же, но в 7 утра. Такие церемонии перед приходом означали, что он и не придет. Он всегда создавал ситуации, чтобы самому же их разрушать. Он играл сам собой, думая, что играет с окружающими. Но зато с каким волнением, Фоменко придет, не придет, слышал из театра. Да не придет, я точно знаю. Почему же в прошлый раз пришел? Вот потому, что в прошлый раз и не придет. А я всегда надеялся. То, как для него имело смысл играть. Даже его недоверие в чужем художеству было приятно мне. Он имел право смотреть, как хочет, потому что не был предубежден. Он понимал, такой театр. Как я любил его за то, что он свой в моем мире. И с какой радостью мы надеялись, что он все-таки придет. Ему было легко с нами, возможно, так же, как со своими. В конце концов, две его ученицы в театре, Даша Горусова и Оля Левитна. Возможно, с годами стало легче, потому что никакого напряжения встречи не создавали. Мы были просто расположены к нему, симпатизировали. Какое хорошее, редкое тебе слово. Симпатизировали. Мы были заинтересованы, чтобы другой существовал и очень расположен к другому. Откуда это так? Почему? И это при его любви играть и притворяться беспрерывно. Откуда это так? Почему это так? Придет, не придет. Очень обещал, да, значит не придет. И он не приходил в тот вечер, когда обещал. Но можно было уверенно ждать его в другой, сделав вид, что нам безразличны. Мы уже пережили один-два неприхода, ему уже становилось неинтересно, надо приходить. Только один раз не пришел, хоть и обещал. В моем сне. Я, кажется, готовился к какому-то празднику во сне. А он почему-то забежал во время моих приготовлений, когда я его ожидал только вечером. И мне сразу показалось, что это не к добру, значит не я, с вечером. Он забежал торопливо, не снимая пальто, будто боялся не успеть поздравить меня. Ты зачем? – спросил я во сне. Мы ждем тебя вечером, ты придешь? Да, да, – он отвечал торопливо, видно было, что он растерян немного. И все время оглядывался, вот ходил спросить, а раньше меня к вам никто не забедал? Да, да, – повторил он все так же торопливо и очень серьезно для себя, без игры, без подразнивания. Приобнял меня и быстро-быстро стал уходить. Ты не обманешь к ним, а ты придешь? Но его уже не было в театре, а перед мной возникла его помощница Лиля, перехватила мои руки и заговорила, глядя в глаза, как всегда, ясные и заговорческие. Вы не ждите, он никогда больше не придет, никогда. И то, что ушла, оставив меня в виду умение, на кой черт мне тогда этот праздник без него был? Ну, ладно.